День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Secret Ponchos. Большое-большое спасибо разработчикам за ключик, я смог на неё посмотреть, я смог в неё поиграть, но в те времена, когда я записываю видео, никто в неё не играет, и это, конечно, большая проблема, потому что это только-только мультиплеер, и тут тяжело найти, но вроде бы я сейчас нашёл, я вроде бы нашёл матч, поиграл, теперь вышел, теперь попробуем ещё раз сделать. Но давайте до этого, давайте посмотрим на героев, так, давайте посмотрим, как это... То есть тут только идёт управление через контроллер, но мне не нравится управлять этим всем через контроллер. Так, понятно. Ага. А какая кнопка у нас за RB отвечает? Ага, хорошо. Какая-то непонятная какая, я просто долбил по клавиатуре. Get Red, два пистолета, The Deserter, ружьё и Phantom Poncho, дробовик, обрез. Классная-классная штука. Так, хорошо, давайте пойдём, давайте нажмём Search for Match, хорошо, и пойдём. И как-то странно, то есть, по идее, всё управление сделано на контроллере, но это так коряво на контроллере играть, это просто бе-е, просто ужас. Я играю на клавиатуре. Оно, конечно же, ничего не видно, на какие кнопки нужно нажимать, но, по идее, можно найти, особенно для управления, то есть пока в менюшке туда-сюда гоняешься, это тяжело. А для управления во время матча достаточно хорошо найти, достаточно легко, и при том целиться мышкой, это одно удовольствие, вместо кривого прицела палочки, которого неизвестно что когда будет. Так, хорошо, ждём, ждём. То есть, те пары людей, которых я тогда нашёл, они всё, они больше не играют. Ну да. Это, это, это большая-большая проблема с играми, у которых только-только мультиплеер. По идее, у игрушки она классно смотрится, у неё шикарный стиль, у неё классная музыка, всё-всё-всё хорошо, вот здесь есть прогрессия, можно развивать своего героя, можно ставить на себя деньги, то, что выиграешь. Интересно. Этого-то никто не играет. Ну что, давайте, давайте подождём ещё. Опаньки. Слайс бред. Ну, то есть, апэкхаг, батхед, слайс бред. И ещё мопед, и мы можем идти. Это будет отлично. Мне хорошо, у меня есть чай, я могу посидеть. Это не важно, что я буду 45 минут ждать и сидеть, пока я найду матч. Абсолютно, это не страшно. Это даже не страшно, если мне придётся начать видео сначала. Я думаю, мне тут даже не нужно комментировать на этот счёт. Вот в чём большой минус этой игры. И всех только мультиплеерных игр, которые недостаточно большие. То есть, например, в Blizzard таких проблем нет. У них там по 10 миллионов игроков, и они могут себе позволить выпускать игры, которые только сделаны на мультиплеер. Пожалуйста, делайте как угодно и сколько угодно. Но мелкие компании, это должно быть чем-то абсолютно шикарным, чтобы собрать четырёх людей. Может быть, это сделано для того, чтобы сразу же с кучей друзей играть? Может быть. Но... Это не то. Например, хорошо, один на один. Да, можно. Особенно, если на одном экране можно один на один сражаться. Да, спокойно. Но вот так вот, сидеть и ждать, это неприятно. Вот, хорошо, я теперь могу управлять мышкой. Намного приятнее целиться, чем клавиатурой или чем-то таким. Так, хорошо, давайте я вспомню, как это управляется. Угу. Да, я целюсь, всё понятно. Там я могу ещё достать ножик. Это я уворачиваюсь. Так, дяденьку мы срубили. Так, давайте перезарядим. Так. Шоп. Опа. Чуть-чуть ост... А, нет, не достреливай. Оп. Пах. Ножом меня снял. Окей, поехали дальше. Я. Респон, пожалуйста. Дайте мне респончику. Эх, хочу респончику. Чашечку респона. Ой, шансон палился из меня. Так, давайте тогда пойдём. Эм, если я не жмаю. Так, вот. Колёсико мыши, я могу себе выбрать нож. И вот так. Мя! Сказал я и промахнулся. Абсолютно жестоко промахнулся. Так. Отлично. А, у меня... Disarmed. Да. Нет, тихо. Мне нужно было перезарядить нож. Да. Это была не шутка. Мне нужно было перезарядить нож. Тут ещё очень большая проблема. Когда играешь с человеком, которого не знаешь. Он, конечно же, бежит вперёд. Вперёд и наверх. И пытается, как бы, их всех поубивать. Но это у него не получается. Потому что, конечно же, это один... Это два на одного. Всегда. То есть, нужно всегда отбегать обратно. Ждать, пока он подбежит ко мне. Или я словлю спиной нож. И... Тогда. Тогда-тогда сражаться. Так. Давайте пойдём. Они скоро выиграют этот матч. Ааа! Ааа! Вбежал! Вбежал. Вбежал огромную толпу. Так. Ах! Пару! Пару! Понятно. Ну, давайте ещё один матч поиграем. В общем, всё понятно. Это маленькая игра с ареной. Классно смотрится. Хорошо управляется. Особенно на клавиатуре и на мышке. Почему-то на стиме написано только для контроллера. Ага. Угу! Так. Хорошо. Давайте пойдём. Угу. Окей. Да, да, да. То есть, я получаю денюжки. Я, видите, мог бы на себя поставить ещё монетки. Хорошо. Хорошо. Хм. И было бы, конечно же, всё хорошо. Если бы в неё играли. Миллионы людей. А так? А так, видите, эта игра даже не поддерживает того, что я могу... Например, мы набрали группу, набрали четырёх людей. И она говорит, хорошо, а вам хочется ещё один матч вместе сыграть? Она меня сразу же выбрасывает и говорит, ищи. Иди, ищи. Иди ищи. Меня не интересует то, что в прошлый раз я тоже сидел полчаса. Так что это всё... Это так тяжело... Обозревать, по идее, такие игры очень просто. Потому что это сразу же понятно. Что это? Здесь ничего необычного нету. Сразу же видно, это качественно или нет. Но советовать такую игру, это психушка. То есть, я не могу ни в коем случае вам посоветовать взять её. Потому что вот это вот творится. И может быть, знаете, я разбаловался, конечно же. Потому что я играю в основном в игры Blizzard. То есть, StarCraft, Hearthstone. Там сразу же. Матч уходит с... ну... За 10 секунд. 20. Ну, может быть, полминуты. Но это я не знаю, когда там... Это когда все умрут на земле. Тогда будет ожидание целая минута. У Hearthstone. Здесь же. Сидишь. Я понимаю, что нельзя сравнивать эти игры. То есть, это две разные игры. Но просто... Это мультиплеер. Это мультиплеер. И мне хочется играться с кем-то. Если я не могу найти играться с кем-то. Или даже если я не могу продолжить играть всем же, с кем я хочу. То это да. Это гнилое дело. Найти четырёх друзей, которые будут снова и снова и снова и снова играть вот в это. Я просто уверен, что есть другие более весёлые и интересные игры. На которые не нужно тратить деньги. Которые можно поиграть. И в которых не нужно будет искать и собирать столько людей сразу же. Всех вместе, чтобы вместе играть вот в это. Так что... Ммм... Да. И тут, видите, тут... Не-не-не. Это уже гнилое дело. Я даже не буду столько ждать. Я лучше всего на этом закончу. Итак, дамы ГСБ. Secret Ponchos. На раннем доступе. Может быть. Может быть, что-то произойдёт. Может быть, они пустят какой-то promotion. Может быть, что-то сделают. Может быть, будет больше людей. Но... Сейчас я просто... Я не могу вам посоветовать её взять. Это качественно. Да. Это классно. Это интересно. Но... Тут не с кем играть. А так как это только мультиплеер. То... Вы, считайте, покупаете себе пустышку. Которая просто лежит. И вы ничего с ней не можете сделать. Так что... Посмотрим. Посмотрим. Может быть, я к ней ещё вернусь. Если что-то изменится. Но... В общем-то... Руки прочь. Как... Жаль. Конечно жаль. Но... Руки прочь. Большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok